МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. На круглосуточной службе у города глава Самары поздравила с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства. За сохранение исторического наследия в Самаре восстановят памятник императору Александру II. От иконы, подаренной Колчаку, до русских военных мундиров, в Военно-историческом музее ЦВО открылась выставка «Русская императорская армия». За сутки в Самарской области зарегистрировали 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 53 320 человек. Такие данные в пятницу, 19 марта, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии из больницы выписались 49 832 пациента. Сегодня в департаменте образования Самары состоялось распределение вакантных мест в детские сады города. Среди 1356 свободных мест в бюджетные учреждения дошкольной подготовки распределили 506. Из них 117 мест получили родители с детьми младшего возраста от 0 до 3 лет. При наличии вакантных мест процедура по их распределению проводится департаментом каждый месяц. Родителям напоминают о том, что если имеются льготы на зачисление ребенка в детский сад, то информацию об этом в обязательном порядке нужно предоставить сотрудникам МФЦ при подаче заявления. Льгот несколько. Это внеочередное, первоочередное и преимущественное право. Вот с прошлого года у нас первоочередное право получили дети медиков. А преимущественное право теперь урегулировано для тех детей, чьи старшие братишки или сестренки уже посещают дошкольные учреждения. В Самаре открыли мемориальную доску погибшему сотруднику Росгвардии, подполковнику милиции Игорю Семенову. Когда-то ценой собственной жизни он позволил боевым товарищам выйти из-под обстрела. В торжественной церемонии приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Тему продолжит мэри Елчан. Игорь Семенов родился и вырос в Куйбышеве. На службу в органы внутренних дел поступил в середине 80-х. Позже окончил Уфимский юридический институт МВД России. В милицейском спецназе Игорь Альбертович проходил службу с марта 1993 года. Через 8 лет офицеры назначили заместителем командира специального отряда быстрого реагирования. Судьбоносной оказалась поездка в Чечню, откуда Игорь Семенов уже не вернулся. Жена Игоря Елена вспоминает, как с особым трепетом собирала мужа в служебные командировки. Командировку, когда я его собирала, он ставил весь мешок, вот, русском с меня. Взял записку, чего туда положить. Я ему все укладывала. Потом он проверял. Потом ехали на рынок, покупали, там, что ему надо всегда. Вот он, это, седьмой раз вот поехал, говорит, там погиб. Во время спецоперации Игорь Семенов взял огонь на себя, дав возможность боевым товарищам уйти в укрытие. Сослуживцы помнят Игоря Альбертовича как надежного и ответственного человека. С ним очень было приятно работать. Всегда был строгим, дисциплинированным, справедливым. Любые специальные операции доводил до конца. В благодарность за мужество, отвагу и преданность Отечеству на фасаде 57-й школы установили мемориальную доску в честь Игоря Семенова. В торжественной церемонии открытия приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Память о каждом герое должна сохраняться. И, конечно, мы приложим максимум усилий к этому. Росгвардейцы на правах преемников войск НКВД, подразделения милиции и полиции свято чтут героев и соблюдают лучшие традиции увековечивания памяти подвигов во имя Родины. Наш полицейский спецназ, наш СОБР всегда был оплотом правопорядка на земле. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем делать все возможное для того, чтобы новое поколение росгвардейцев не забывали наших героев, которые отдали жизнь за восстановление конституционного порядка. В эти выходные в России отметят День работников ЖКХ. Тех, кто добросовестно трудится, обеспечивая жителей водой, теплом, светом, а также вне зависимости от времени суток или времени года наводит порядок на городских улицах и общественных пространствах, сегодня чествовали в Департаменте городского хозяйства. Глава Самары Елена Лапушкина вручала почетные грамоты и медали. С героями коммунальных служб познакомился Андрей Горгуленко. Более 300 домов в Самарском районе слесарь-сантехник Владимир Прудников знает наизусть. За 38 лет работы он изучил каждый винтик на своей территории. Сегодня его награждают за добросовестный многолетний труд. Мужчина признается, такие награды получать приятно, но благодарность людей для него дороже. Это дает стимул какой-то к работе. Людское отношение больше. Удовольствие как-то. Греет, как говорят. Ты если быстро устранишь, там, конечно, люди благодарны, что все хотят жить, чтобы было тепло, вода и водоотведение работал. Почетные грамоты и медали сегодня получили и другие коммунальщики. Электромонтеры, водители экскаваторов, кабельщики, слесари. Люди, чей труд порой незаметен, но он обеспечивает жизнедеятельность всего города. Заслуженные награды в честь предстоящего дня работника сферы ЖКХ вручала глава Самары Елена Лапушкина. Она отметила, что эта отрасль всегда будет востребована, а потому особенно важно выполнять свою работу достойно. Пожелать вам, дорогие друзья, хочу очень традиционно, но зато всей души. Здоровья вам и вашим близким. Чтобы в ваших домах всегда было тепло и светло. Чтобы у вас всегда был повод для радости. Чтобы у вас была безаварийная и стабильная работа. Благодарственные письма и грамоты коммунальщики еще получили от депутатов Самарской городской думы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Не откладывайте, а инвестируйте. Финансист объяснила, как накопить миллион. Средний размер ипотечных кредитов в России по итогам февраля 2021 года составил почти 3 миллиона рублей. А долги за тепловую энергию за первые два месяца этого года в сравнении с 20-м выросли на 12%. Обо всем подробнее в новостях экономики. Не держите под подушкой. Финансист объяснила, как накопить миллион. Эксперты советуют откладывать средства. Но накопления бывают разные. Хранить деньги под подушкой невыгодно. Доходность будет нулевой. Депозиты в банки принесут владельцу скромные 4-5%. Чуть больше дадут облигации. По мнению экспертов, вложения в акции увеличат средства на 15-20%. Самые рискованные граждане могут добавить в этот инвестиционный портфель IPO – первая публичная продажа акций и криптовалюту. Еще один способ – использовать льготы от государства. Например, положить деньги на индивидуальный инвестиционный счет. Тогда они принесут 13% дохода, что уже в разы больше обычного депозита. Кроме того, можно реинвестировать проценты. Средний размер ипотечных кредитов в России по итогам февраля 2021 года составил почти 3 млн рублей, увеличившись в сравнении с январем на 4% и почти на 15% за год. Росту этого показателя в первую очередь способствует снижению ипотечных ставок благодаря программам господдержки. Кроме того, снижение ставок привлекло на рынок заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом, которым банки готовы предоставлять займы на более значительные суммы. Лидером по среднему размеру ипотечного кредита среди регионов остается Москва с рекордным показателем 6,41 млн рублей. Это плюс 21% к февралю 2020 года. За ней идут Подмосковье, Санкт-Петербург, Приморский край и Ленинградская область. Самый значительный прирост показателей продемонстрировали Воронежская и Тюменская области. Плюс 22% к показателям 2020 года. Долги за тепловую энергию в России выросли на 12%. С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей за теплоснабжение перед ресурсоснабжающими организациями увеличился почти на 29 млрд рублей, до 237 млрд. С начала марта долг россиян перед ресурсоснабжающими организациями вырос более чем на 28 млрд рублей. Причем в должниках теперь значатся не только простые потребители, как было в прошлые годы, но и предприниматели и владельцы частных компаний. Специалисты это связывают с пандемией коронавируса, из-за которой реальные доходы граждан снизились, что отразилось на оплате услуг ЖКХ. Курс доллара на 20 марта – 74,13 рубля, евро – 88,43 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 63,09 доллара за баррель. Считают по глазам. В Самаре провели форум «Биометрия и право», на котором юристы и экономисты, представители научного сообщества обсудили развитие практики и технологии внедрения, а также разобрались в правовом регулировании системы. Какие возможности открывает биометрия уже сегодня и как ими не обжечься, расскажет Мария Левина. Расплачиваться в магазине не банковской картой, а взглядом. И это не сценарий утопического триллера, а будущая реальность. Пилотный проект уже запущен в крупных масс-маркетах страны. Оплата там проходит с помощью секундного снимка лица. Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо сдать свои данные в единую биометрическую систему. Это национальная платформа, которая позволяет гражданам проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам и получать по ним дистанционные финансовые услуги. Система уже действует во всех банках с 2018 года. А вскоре с помощью голоса, отпечатков пальцев и сетчатки глаз можно будет и приобретать сим-карты, не посещая салон связи. Такой законопроект буквально на днях правительство России внесло в Госдуму. Биометрию сегодня называют самым многообещающим способом идентификации, что объясняется надежностью, биометрические данные невозможно потерять, и простотой считывателей, которые встраиваются даже в смартфоны. В повседневной своей жизни биометрия широко шагает. Мы сегодня говорим, чтобы сделать таким образом, чтобы она исключительно была на пользу населения, чтобы не было каких-то проблем, связанных с ущемлением прав граждан. Исходя из социологического опроса, население относится к нововведениям с недоверием. Страх перед неопределенностью вполне оправдан. Человечество оказалось не готово к столь быстрым темпам развития технологий. Биометрия как явление уже есть в нашей жизни, а правовое обеспечение пока недостаточное. Сейчас эту сферу регулируют отдельные правовые акты, например, поправки в законе о персональных данных. Проблематику обсудили на межотраслевом форуме «Биометрия и право». С одной стороны, мы хотели посмотреть, как биометрия внедряется, что для этого нужно, какие компьютерные технологии используются, какие есть продвижения в этой сфере, как бизнес и экономика относятся к сфере биометрии. С другой стороны, мы хотели еще и посмотреть с точки зрения законодательного регулирования, то есть какие законы приняты в этой сфере и другие нормативные права акта, какие еще необходимо принять. Задача стоит выработка и разработка и обсуждение сегодня комплекса соответствующих нормативных актов, для того, чтобы была обеспечена всесторонняя защита интересов личности, все возможные интересы личности в цифровой, электронной, информационной среде. По итогам форума юристы, экономисты и представители регионального научного сообщества рассмотрели вопросы безопасности биометрии, ее стоимости и технологию внедрения. Самарском университете планируют уже в этом году использовать биометрические данные студентов во время сдачи экзаменов. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. От мундиров и ипполетов до капельмейстерской палочки в Самаре открылась выставка русской императорской армии реликвии и регалий 18-20 веков. О самых интересных экспонатах, а также о тайнах белой миграции расскажет Ольга Хомракулова. И вроде бы зеленой, но ни одной нитки такого цвета на этом походном мундиле прапорщика нет. А каска сократила потери русской армии в четыре раза. Это и многое другое можно узнать на открывшейся сегодня выставке русская императорская армия, реликвии и регалии 18-20 веков. Сотни погон, 40 единиц холодного оружия, более 20 орденов и 12 мундиров. Да к тому же десятки реликвий, связанных с царской армией. От эпалетов и полковых знаков до капельмейстерской палочки. Большинство экспонатов привезли из-за рубежа. То, что когда-то вывозила белая русская эмиграция. Например, у меня есть икона Колчака, которую мы подарили с благословением в походы на Москву в Перми, когда в 19-м году ее занял. Например, это должна была бы быть святыня белого движения вообще. У меня есть рубашка царевича Алексея, которая из Тобольска. Это вот последняя остановка перед Екатеринбургом, где царство семью расстреляли. Мы взяли свой экспедиционный зал, у нас 11-й экспедиционный зал, и совместно с очень известным самарским коллекционером Андреем Болдыревым создали новый зал Дома офицеров. Это не просто выставка, которая приехала и уехала, а это целый зал, который будет в течение нескольких лет работать. Потрясающая коллекция. И если учесть, что это труд одного человека, одного коллекционера, это труд исследовательский, это труд коллекционерский. И здесь, конечно же, только такое открытое сотрудничество в изучении и сохранении нашей истории, нашего искусства, других направлений. Оно и дает всю полноту картины зрителям. Выставка открыта для всех желающих. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, События. Отменил крепостное право и вывел Россию в топ самых развитых стран. В Самаре предложили восстановить памятник императору Александру Второму. Вплоть до революции 1917 года монумент располагался на Александровской площади, ныне известной как Площадь Революции. В этом году исполняется 150 лет со времени визита царя в Самару и 160 лет с момента отмены крепостного права. Сегодня в Самарской губернтской думе прошло заседание круглого стола, на котором обсудили возможность восстановления памятника. Гульфия Сафина продолжит тему. Император вошел в историю как правитель, осуществивший масштабные реформы, которые позволили России войти в число передовых стран Европы. Великий реформатор и освободитель в Самарской губернтской думе обсуждают инициативу общественников по восстановлению памятника императору Александру Второму. Именно по указу императору в городе открылись первая гимназия, публичная библиотека, ремесленное училище, окружной суд, банки. Построен один из крупнейших железнодорожных мостов через Волгу в районе Сызрани. Естественно, мы говорим о том, что мы должны знать историю, а сам памятник императору Александру Второму – это не просто бюст его лица, так скажем. Первый, кто утвердил гласность, это опять же был император Александр Второй. То, что мы сегодня с вами находимся в Думе, это как раз его первые шаги в нашей демократии в Царской России. Крестьянин, как напоминание об отмене крепостного права, восточная женщина в честь присоединения Средней Азии. У основания четыре фигуры, олицетворяющие ключевые реформы и на вершине постамента сам царь-освободитель. В дореволюционное время именно этот памятник по проекту Шервуда возвышался на площади революции, там где сейчас установлена фигура вождя пролетариата. При этом речь о сносе памятника Ленину вовсе не идет. Сейчас обсуждается вопрос о том, какое место станет более подходящим для монумента императору. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Космос, безопасность, люди, закона. Выставка с таким названием открылась в музее Самары Космической. Теперь с историей особого подразделения, которое создали в 60-х для надзора за важными предприятиями по обороне и космосу, может познакомиться любой желающий. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Ветеран Вооруженных сил России Виталий Ткаченко пришел на выставку «Космос, безопасность, люди, закона» как почетный гость. Он служил в разных стратегических точках. Арзамас-16, Красноярск и Краснокаменск. Побывал даже в Звездном. Именно там он услышал множество историй, которыми делились космонавты. Тем более у нас обещания были очень часто про генерального прокурора. Нам рассказывали о новинках. Но больше всего про ядерные, так сказать, болезни. Радиация и тому подобное. Как избежать, какие бывают случаи. Открытие выставки приурочили к 300-летию прокуратуры России. Первая часть экспозиции рассказывает об истории надзорной деятельности ведомства в годы Великой Отечественной войны. Это время, когда шла эвакуация оборонных предприятий. Вторая часть посвящена развитию оборонной промышленности и созданию конструкторских бюро. Ветеранам уделяем большое внимание, потому что это золотой фонд прокуратуры. Мы их постоянно привлекаем к нашим мероприятиям. И, конечно, жалко, что они уходят. Уже время идет, но, тем не менее, они еще остаются. И мы их очень ценим. На выставке представлены копии документов. Макет фугасной авиационной бомбы. Оружейные снаряды. Также есть три части самолета Ил-2. Винт двигателя, бронестекло кабины и часть внешней обшивки. Самарская спецпрокуратура в непосредственном контакте работает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Одним из предприятий является АО РКЦ «Прогресс». Предприятие, которое выпускает космические корабли. Поэтому судьба прокуратуры неразрывно связана с деятельностью заводов. Выставка будет работать месяц. Увидеть экспозицию можно, посетив музей «Самара космическая». Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Нерукотворные иконы самарского художника Григория Журавлева готовятся путешествовать по России. Чтобы их не повредили во время транспортировки, столичные реставраторы, которые накануне прибыли в Самару, покрывают иконы специальными защитными материалами на натуральной основе. За работой мастеров наблюдал Сергей Кизоркин. Максим Демин приехал в Самару для того, чтобы подготовить к путешествию по стране две иконы и один рисунок известного художника из утевки Григория Журавлева. В конце 19 века мастер смышечной атрофии кисти рук писал настоящее произведение искусства, держа кисть в зубах. Сейчас, чтобы сохранить икону Спаса на престоле в целости и сохранности, реставратор заклеивает специальной бумагой самые проблемные участки образа. В контексте данной выставки дальнейшие именно реставрационные работы проводиться не будет. Все будет ограничено консервацией, укреплением грунта с красочным слоем, возможно удалением каких-то поверхностных загрязнений с лицевой оборотной стороны. Это, я думаю, максимум, чем будет ограничена работа, поскольку, во-первых, масштаб работы очень большой и работы все очень трудоемкие. В мире сохранились порядка 30 нерукотворных икон Григория Журавлева. Два особо ценных образа перед путешествием застраховали. Сумму держат в тайне. Произведение искусства можно будет увидеть в Москве в музее Андрея Рублева с 3 по 27 апреля и в Санкт-Петербурге в музее истории религии в мае. Транспортировка икон будет производиться с соблюдением всех мер безопасности. Это не просто, условно говоря, газели, какой-то грузовой автомобиль. Это профессиональная компания по перевозке культурных ценностей. Это специализированные машины, это специальный климат в этой машине, специальная тара и упаковка и обязательно вооруженное сопровождение. В музее Алабина иконы и рисунок вернутся в начале лета. Выставка продлится до октября. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Также в музее Алабина привезут еще одну работу мастера из Эрмитажа, написанную для императора Николая II. И уникальную книгу с иллюстрациями Григория Журавлева и его учеников из частной коллекции. Больше тысячи работ и международное признание. Почерк мастера декоративно-прикладного искусства из Самары Сергея Плеханова узнают далеко за пределами родины. На его работах учатся, ему подражают. К такой популярности в профессиональных кругах мастер шел полвека. О пути мальчишки из села Подсамары к Славе – репортаж Марии Левиной. Это Ширяево. Дальний план. Это семья Лося. Природа вообще близка всем людям. Мне особенно. Почему? Потому что я вырос в Ширяеве. Среди гор и волжских просторов. В Ширяево. Сергей Плеханов, художник, чье имя сегодня известно далеко за пределами страны, нашел вдохновение. Все началось еще в детстве, когда делал деревянные пистолетики для соседских мальчишек. Тогда и прославился на все село. Слава оказалась по вкусу, навыки решил совершенствовать. Вазы пошли, токарные. Потом какие-то подделки небольшие. Потом растительный орнамент. Потом иконы. Потом девушкам что-то понравилось. Ну тут вообще воспрял. Отдельное место в сердце мастера занимает работа над иконами. Художник оформил уже три церкви, в числе которых храм Кирилла и Мефодия, церковь святых Бориса и Глеба. Чтобы сделать иконостас для Оренбургской церкви, мастеру потребовалось почти три года. Прежде чем взяться за работу, Сергей встречался со старцами, посещал лекции в семинарии. Здесь надо честно все делать. Если где-то что-то можно как-то слукавить, то здесь нет. Сергей Плеханов занимается декоративно-прикладным творчеством вот уже полвека. Профессиональный путь начал около 30 лет назад. За это время ему приходилось заниматься и другой работой. Но вечерами, дома, мужчина снова брался за резьбу, отдыхая при этом душой. Основное первое, когда в общем-то себя поверил. Это, наверное, это не моя авторская. Это Стенька Разин из Золотой Жемчужины. Это давно было, лет 25-30 назад. Уже потом пошло, да. Там более такой, там объем есть, там все есть. Вот не могу я без этого. Кто гонит? Никто не гонит. Идем и творим. Не просто работаем, творим. Сегодня у Сергея Плеханова собственная мастерская и 30 учеников. Он сотворил несколько тысяч работ, многие из которых выкупают частные коллекционеры. С другими мастер участвует в выставках на региональном, федеральном и даже международном уровнях. Но ту самую, первую, с которой все началось, золотую жемчужину художник бережно хранит в личной коллекции. Мария Леевна, Николай Епифанов. События. Баскетболистки Самары напрямую вышли в четвертьфинал Российской Суперлиги. А самарские теннисистки сражаются на международном турнире в Санкт-Петербурге. Подробности в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». В Казани проходит второй этап женской Суперлиги-1 по баскетболу. Пять команд, среди которых и Самары, определяют четверку сильнейших, которые выйдут в четвертьфинал напрямую. Волжанке себе место в ТОП-4 уже обеспечили. Во втором раунде самарские девушки уступили двум лидерам. Омскому нефтянику 58-74 и Ростову-Дон 60-72. А также обыграли Курская «Динамо» 74-48 и «Казаночку» 67-58. Второе или третье место займет «Самара» по итогам этапа определиться в матче между «Нефтяником» и «Ростовом-Дон». В Санкт-Петербурге проходит женский теннисный турнир премьер серии WTA. Представительница «Самары» Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление во втором круге. Сначала она переиграла «Турчанку» Каглу Буюкоксай 6-4-6-4, но затем уступила «Россиянке» Анастасии Гасановой 6-1-6-7-6-7. А вот Дарья Касаткина из Тольятти добралась до четвертьфинала турнира, где сразится с Вероникой Кудерметовой. На своем пути Дарья обыграла Клару Таусон из Дании 6-4-7-6 и белорусскую Александру Соснович 5-7-6-3-7-6. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!